Рязанцы снова пожаловались на рыбный запах воды. Люди говорят, что им приходится покупать бутилированную воду, так как из-под крана вода пахнет рыбой тиной. Наши жители по улице колхозные машиностроители столкнулись с рыбным запахом. Он ощущается, когда открываешь кран, моешь руки. И поэтому в январе мы обращались в водоканал, нам объяснили, что это связано с погодными условиями. И нас как бы говорили, что переключили на новый водозабор. Запах перестал. На протяжении нескольких недель запаха не было, но последние два дня запах опять появился. Поэтому хотим узнать и услышать точный ответ. Какие меры будут приниматься и сможем ли мы ждать положительного результата, чтобы вода была хорошего качества. Активистам и журналистам показали фильтровальный зал Угской очистной водопроводной станции, где вода проходит фильтрацию. Специальных скорых фильтров 9. Они состоят из кварцевого песка, который очищает воду от вредных примесей. Частично в воду добавлен активированный уголь. Специалисты рассказали о нюансах системы и работе фильтров. Проектная организация, институт, которые уже произведут исследования и соответствие данных фильтров на сегодняшний день. Насколько они пригодны. Станция строилась 40 лет назад. Нельзя было предусмотреть перспективу дальнейшего, что будет через 50-60 лет, учитывая климатические условия, обмеление реки Ака и тому подобное. Следующий этап очистки после фильтровального зала – резервуар чистой воды, где добавляется вторичный епохлорид натрия. А уже после этого вода поступает к нам, потребителям. Надо отметить, что в одном таком фильтре очистку проходит около 32 кубов воды. Скорость фильтрации специально снижена, чтобы вода проходила более тщательную очистку. Но, как отмечают активисты, рыбный запах все равно есть. Я на станции работаю уже с 2001 года. Такая ситуация у нас появилась второй раз. Первый раз в 2014 году. Но как-то это все было быстро. Мы это ликвидировали. И у нас вода пошла чистая. С 20 февраля пошли жалобы от населения. Мы, конечно, это приняли к сведению. Стали делать все, что возможно. Мы усилили режим работы. У нас 9 фильтров. По технической бреланте мы прорываем раз в сутки. Мы их переплюли два раза в сутки. По графике была санобработка от стойников в феврале. В связи с этим мы их сделали раньше, почистили, чтобы как бы уменьшить вот этот запах. Больше мы на данный момент ничто не можем сделать. Применяющаяся на водоканале технология не позволяет на данный момент полностью устранить неприятный запах воды. Необходимо проектное исследование и заключение специалистов, которые дадут рекомендации, как изменить ситуацию. Тем не менее, успокаивает одно. Информация о том, что у нас поступили жалобы, были переданы в Роспотребнадзор. То есть о каждом факте нарушения качества подаваемой воды мы сообщаем в Роспотребнадзор, который со стороны государства осуществляет надзор за качеством питьевой воды. И ни у Роспотребнадзора, ни в нашей лаборатории показатели качества воды, которые бы влияли на здоровье человека, не было обнаружено. На данный момент исследование провела группа гидрологов. Они изучили Дядьковский затон и акваторию Аки. В ближайшее время они должны дать свое экспертное заключение. На сегодняшний момент были обращения и в Питерскую организацию, и в Московский научно-исследовательский институт, которым знакомы эти проблемы. В ближайшее время будет приезд специалистов, которые обследуют данные сооружения. По коммуникациям только проблема не решится. Потому что сезонный этот запах, он и присутствовал и раньше, может быть, в меньших в протяжении времени. Но все равно запах реки Тины, он периодически появлялся. Дополнительную очистку воды все равно необходимо производить. Дешевле, качественнее или какие-то преимущественные недостатки, это могут только дать проектировщики в своих предложениях. Однако быстрых результатов ждать не стоит. Несмотря на все усилия, вода, вероятно, еще будет пахнуть Тиной и Рыбой какое-то время. Дело в том, что проведение предпроектных работ может занять не меньше года. На строительство или перепланировку сооружений может также уйти достаточно длительное время. Средства на реконструкцию оборудования Рязанский водоканал надеется получить из федерального бюджета. Для улучшения качества водопроводной воды водоканал дополнительно планирует установить угольные фильтры, произвести замену старых труб. Кроме того, специализированная лаборатория предприятия продолжает ежедневный отбор проб воды на анализ и ее проверку по 45 показателям. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин